ТОЛИ ВЕТВИ, ТОЛИ СТРУНЫ, ТОЛИ АДСКАЯ ПАУТИНА ВСЁ ГУДИТ И СКРИЖЕЩИТ Елизавета Бондарь – режиссёр музыкального театра. Так что и в драматических спектаклях ей прежде всего важна аудиальность. В этой постановке даже сценография звучит. Отдельные элементы декорации становятся альтернативными музыкальными инструментами. Звуковые скульптуры режиссёр создавала вместе со своим соавтором Петром Айду. Вдохновение искали на свалках металлолома. Петя находил разные объекты и прям на свалке стучал молоточком, как это всё звучит. Мы отбирали. И на самом деле ещё не на каждой свалке можно купить эти все объекты. Отправная точка для создателей спектакля – контузия главного героя. И весь этот страшный мир – проекция его сознания. Актёр Дмитрий Гисбрехт отмечает, Макбет не был классическим злодеем. Это талантливый, успешный человек, обласканный властью. Он открыл этот ящик Пандоры, каким-то роковым случаем, изломанный войной. И на эту всю почву легло зло. И оно тогда хорошо ложится, ключик вставлен уже, а леди Макбет его повернула. Сундучок открылся и вся тьма полилась. Может быть, ужас в том, что любой обычный человек подвержен этой тьме. Леди Макбет в этом спектакле вызывает сочувствие. Мы сделали такой разбор, что они потеряли ребёнка. И в этом мире, где практически нет жизни, где нет… А женщина – это жизнь, это продолжение жизни. Ей как бы нету там места, ей даже нет просто надежды на эту жизнь. По словам режиссёра, в этой постановке она исследовала антигероя. Немного рождается жалости к человеку, который совершает такие поступки. И, можно сказать, у нас такой достаточно простой разбор для сегодняшнего дня, что просто это невозможно и немыслимо стремиться к власти путём убийства и расчленения всего на своём пути. Ни средневековье и ни современность – это абстрактный, нереалистичный мир. Жесть и буквально, и метафорически. Так что не каждый зритель такое выдержит. Яна Музыка, Дмитрий Яковлев, Новости культуры.